Вместе, объединяя усилия, мы решаем возникающие проблемы. И для этого, как я уже не раз говорил, у нас всё есть. Здоровая, сильная экономика, научный потенциал, необходимая материальная и высокопрофессиональная база в сфере здравоохранения. У нас всё есть. Всё есть. В двух районах Кузбасса введён режим чрезвычайной ситуации. Но не из-за коронавируса. Виноват подземный пожар на месте шахтных выработок в Новокузнецком районе. Ещё один подземный пожар бушует в Киселёвском районе Парниковка, но видят его только местные жители. Нам удалось раскопать ямку на Парниковке, где якобы потушили. Год назад губернатор обещал переселить оттуда людей. Потом передумал и вместо этого пообещал провести в Киселёвске весёлый праздник. Я вышел с предложением, в связи с тем, что в городе Киселёвске реально сложилась очень серьёзная проблема, и её надо решать комплексно. Не проблему одного какого-то дома, а её надо комплексно. Комплексный план должен быть по Киселёвску. Я вышел с предложением, давайте в 2021 году День шахтёра проведём в городе Киселёвске. Максим Александрович, решение вчера принято. Считайте, что уже в 2021-м палочку вы торжественно вручили. Переходящий приз вам вручим. В связи с эпидемией коронавируса в России введена цензура. Поэтому мы вам почти ничего не можем сказать. Мы даже слово «эпидемия» сказать не можем под страхом миллионных штрафов и уголовного преследования. Между тем фейки про коронавирус охотно распространяют федеральные телеканалы. Вирус то ли был спроектирован в американских лабораториях и занесён во время армейских соревнований в Ухане, в которых участвовали американские военные. Другие говорят, что вирус вырастили сами китайцы в Уханской секретной лаборатории. Впрочем, федеральные каналы кроме фейков ничего не распространяют. Поэтому типичная неделя не рекомендует включать телевизор даже во время самоизоляции. Губернатор Сергей Цивилёв позвал пенсионеров на продуктовые ярмарки. Именно в те дни, когда пенсионерам лучше не собираться больше одного. Позже ярмарки всё-таки отменили. Зато пообещали доставлять на дом дешёвые пасхальные кексы. Постоянно на дежурстве около 200 волонтёров. Сегодня вместе с ними работал губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв. Он лично вместе с добровольцами привёз продукты на дом людям преклонного возраста. Саму Пасху тоже не стали отменять. Губернатор посоветовал молиться дома, но храмы останутся открытыми. Храмы и другие религиозные объекты остаются открытыми. Но я настоятельно прошу верующих не посещать их и не подвергать себе опасности. Сразу в нескольких районах области бюджетников заставят выйти на субботники. Чиновники никак не связывают массовые субботники с эпидемией. Хотя о чём я? Эпидемия не объявлена, карантин тоже. Просто запрещены все массовые мероприятия и прогулки в парках. Например, глава Новокузнецка Сергей Кузнецов пошёл в парк вместе с группой телевизионщиков и охраной. Обнаружил там одного спортсмена, долго за ним гонялся, а когда спортсмен обматерил мэра, сдал парня в полицию. Потому что самоизоляцию никто не отменял. Хотя в российском законодательстве и нет такого понятия. В Киселёвске полиция и Следственный комитет возобновили расследование дела юриста и представителя городского совета предпринимателей, который несколько лет назад похитил 200 тысяч рублей с банковского счёта умершего человека. А потом необъяснимым образом завладел его квартирой. Ну я думаю, что же к его свете не подаёт или паспортные столицы, или что, не знаю. Более того, наследница умершего вынуждена платить бизнесмену половину своей пенсии. Мы продолжаем следить за этим делом. Больше других от коронавируса выиграл, пожалуй, президент Владимир Путин. Поправки в Конституцию вступили в силу без всякого народного обсуждения. У нас всё есть. Пришлось, правда, отменить Парад Победы. Даже бессмертный полк будет шагать онлайн. Но в отместку днём окончания Второй мировой объявили 3 сентября. Никак не относящаяся ко Второй мировой войне. Я календарь переверну и снова 3 сентября. Теперь, в эту дату, россиян ждёт праздник. Не всех. Некоторые будут вспоминать жертв Беслана, трагедия которой случилась именно 3 сентября. Но настоящих патриотов это не остановит. Кемеровские священники внесли свой вклад в борьбу с коронавирусом. Они облетели Кузбасс на частном самолёте, примерно за миллион рублей. Обливались сверху святой водой и молились. После этого губернатор решил не закрывать храмы на Пасху. Судя по всему, опасность миновала. Главное, не ходить в парке. Там вас ждут бесы, вирусы и мэр Новокузнецка.